обновление приветствую всех на канале михаил инвестиции и кэш только что пробил важный уровень сопротивления и сейчас будет решающий момент когда он все-таки полетит вверх и будет обогащать тех кто все-таки поверил в эту криптовалюту и инвестировал деньги сегодня будем разбирать и кэш как вы поняли не забудьте поставить лайк подписаться чтобы не пропускать новые полезные видео здесь у нас есть такая ставочка видите можете наблюдать на своих экранах что многие не ожидали того что он выстрелит а он выстрелит да также как доджи коэн или шиба и ну и кэш 15 ноября будет обновление обновление сети и перед этим обновлением понятное дело что произойдет рост который мы уже сейчас наблюдаем и в последующем после того как уже произойдет обновление этот рост продолжится поэтому сейчас есть хорошая возможность приобрести еще на низах давайте непосредственно сейчас перейдем на технический анализ чтобы посмотреть что же творится перехожу я на дневной график потому что криптовалюта достаточно молодая и на дневном графике более отчетливая картина виднеется что же на самом деле происходит с и кэш у нас есть нисходящий тренд где линии поддержки и сопротивления я обозначил черными линиями и сейчас вы можете наблюдать о том что мы во-первых предыдущий день зафиксировался выше линия сопротивления и сейчас это день также фиксируется открывается выше этой линии и по всей вероятности так и закроется то есть иначе говоря сейчас есть хорошая возможность для того чтобы приобрести сейчас мы немножечко понаблюдаем ближе к концу дня можно уже открыть сделку приобрести и поставить стоп лосс на уровне 0,000174 и рассчитывать на дальнейший рост если же хочется более надежного подтверждения того что это не будет ложным пробоем даже несмотря на то что это уже второй день у нас открывается выше линии сопротивления можно дождаться как откроется завтрашний день и после этого уже глядя на то как он все-таки открывается до открывается ростом либо каким-то стремительным падением уже соответственно и действует по ситуации открывается ростом значит заходим в лонг позицию ставим стоп лосс и рассчитываем на дальнейший полет вверх тем более во первых с фундаментальной точки зрения у нас сейчас в скором времени будет обновление что является хорошей почвы для продолжения роста и также с точки зрения технического анализа мы можем наблюдать о том что и кэш сейчас долгое время находился в зоне сильной перепроданности иначе говоря сильно был недооценен слишком хорошенько его так распродали и сейчас после этой недооцененности следует ожидать как раз таки уже полета вверх в зону перекупленности и соответственно у нас есть большой запас для того чтобы сильно вырасти несколько иксов можно сделать также помимо вот этого дневного графика где я показал что и кэш сильно недооценен под наблюдайте за ситуацией как недельный график себя показывает он показывает снижение объема уже падают и сейчас должен произойти рывок продолжение роста также наблюдаем о том что свечи вот это нисходящего тренда постоянно не уверены и постоянно виде каких-то молотов падающих звезд и соответственно это тоже нехороший знак для того чтобы мы дальше падали вниз и с учетом того что сейчас на текущий момент у нас наблюдается пробитие линии сопротивления и уже второй день мы фиксируемся выше это как раз хороший знак для того чтобы все таки приобрести и ожидать дальнейшего роста понятное дело что мы не будем всецело полагаться на какой-то фанатизм и будем страховать себя да мы поставим стоп лосс чтобы более точного не выбило понятное дело можно опустить его ниже с учетом потенциала той прибыли который может быть мы можем себе это позволить поставить стоп лосс даже ниже и поставить его на уровне 0,00171 и рассчитывать на дальнейший рост сейчас этот день открывается очень хорошим таким поглощением не знаю как он закроется но на данный момент выглядит все очень перспективно и многообещающе давайте понаблюдаем и предположим до какого уровня все таки он сможет вырасти для этого мы сейчас обозначим по фибоначчи ближайшие цели и максимальной цели ближайшая цель понятное дело сделать перехай и дорасти до 0,0051 после этого пробития а мы видим о том что достаточно долгое было распределение вот это достаточно долго мы находились зоне сильной перепроданности можно рассчитывать что в случае роста мы пробьем этот уровень и он не будет нам каким-то серьезным препятствием быть в продолжении роста и будем рассчитывать именно на верхние показатели а верхний показатель у нас ноль целых ноль ноль десять семьдесят четыре давайте по риск менеджменту сейчас рассчитаем мы сейчас приобретаем по ноль целых ноль 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 восемнадцать семьдесят один рассчитываем на рост на ноль целых ноль ноль десять семьдесят четыре ставим стоп лосс на уровне максимальной надежности да это иначе говоря мы его ставим на ноль целых ноль 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 семнадцать и в этом случае у нас по потенциалу риск менеджмента 153 что является очень хорошим показателем ради которого конечно же можно рисковать деньгами но имейте ввиду вы когда рассматриваете паре смели это имеет ли смысл или нет не продавайте всю часть после какого-то фиксации там x2 в этом случае тогда нету смысла было вам по риск менеджменту рассчитывать потенциальный риск и потенциальную прибыль вся схема ломается и вы в итоге можете в конечном счете потерять деньги после какой-то неудачной сделки мы почему рассматриваем о том чтобы потенциальная прибыль была намного больше чем потенциальный риск для того чтобы в случае если в какой-то последующей сделки мы совершили ошибку иначе говоря цена пошла в нет ту сторону на которую мы рассчитывали то сделка где мы получили эту максимум прибыли скомпенсировал и мало того что скомпенсировал так мы еще оставались в плюсе вот для этого необходимо при расчете риск менеджмента держать до того конечно не надо прям дожидаться самых пиков и в последующем попробовать зафиксировать на самой макушке продав все активы просто необходимо частями продавать по мере роста уже когда цена будет достаточно высокой иначе говорят когда мы сделаем уже достаточно высокую прибыль также знаете хотел сказать о том почему примеру bitcoin либо другая криптовалюта может расти на небольших объемах и продолжать расти причем довольно таки и существенно такие ситуации возникает тогда когда нету сопротивление со стороны медведей и для того чтобы толкнуть цену вверх не надо каких-то серьезных усилий со стороны покупателей потому что продавать особо никто не хочет и соответственно спрос высокий хотят покупать продавать особо некому цена двигается выше заглядывая на bitcoin как он растет на низких объемах можно сделать вывод о том что в действительности сейчас никто продавать не хочет все верят в рост этот рост продолжается и как раз таки можно рассчитывать на продолжение и действительности возможно bitcoin вырастет до 120 или того выше сейчас новостной фон оптимистичный bitcoin будет делать обновление и кэш тоже скором времени сделать обновление примерно в тот же день когда и произойдет обновление биткоина и в целом вроде как все хорошо но есть некоторые минусы да сейчас вот как вы знаете произошло заседание фрс на котором они сказали что уже объявили о сокращение выкупа облигаций и тем самым это является таким нехорошим звоночком для продолжения роста но несмотря на это даже фондовый рынок открылся плюсом пусть и небольшим плюсом но все-таки плюсом и поэтому можно рассчитывать что пока эта новость наберет силу а это может быть пройдет месяца три прежде чем с каждым последующим месяцем когда люди будут видеть о том что денег все меньше меньше выливается в фонду до в в экономику и соответственно только в последующем люди на это серьезно отреагируют иначе говоря у нас есть как раз таки из запал запас по времени где-то в районе трех месяцев а нам как раз этого достаточно чтобы довольно стремительными движениями что уек и что другие алькоины что bitcoin чтобы буквально быстренько 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 вырастить так хорошенько прежде чем уже произойдет тот самый падение которые должно было произойти но в данном момент она не произошло то падение на 50 процентов со стороны биткоина является недостаточным и не подтверждает тот факт что в действительности это было завершение медвежьи цикла на самом деле это пока что коррекция а настоящее падение затяжное затяжная зима будет только в будущем и у нас есть спокойно время в месяце так 23 для того чтобы все таки успеть за это время вырасти и заработать обратите внимание примеру на магде на дневном графике о том что он уже достаточно долго пытается перевернуть вот этот тренд после падения и сейчас ему это все-таки удалось мы видим пересечении мы увидим пробитие линии сопротивления и соответственно это хороший звоночек после такого длительного падения которые у нас наблюдалось после этого можно рассчитывать на хорошее движение вверх и соответственно можно сделать несколько иксов и причем таких не слабых и тем самым обогатить себя желаю всем профита всем до скорой встречи